Отличница, спортсменка, красавица Анастасия Боровкова учится в Одинцовской лингвистической гимназии. 20 апреля ей исполнилось 14 лет. Представляла получение первого паспорта, рядовая процедура. Так это было у ее папы много лет назад. В отделение милиции пришел. В наше время не было таких торжественных мероприятий. Давно это было. Приглашение в учебный центр «Авангард» для Анастасии стало неожиданностью. В праздничный день рядом с ней родители Оксана и Олег. К слову, они во всем поддерживают дочь. С профессией девочка тоже уже определилась. Я планирую поступать в мархи. Я хочу стать архитектором. Родители поддерживают? Всегда поддерживаем. Всегда поддерживаем. Все, что ребенок не хотел бы, мы всегда за нее. Первые паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили 10 14-летних жителей Одинцовского округа. С сегодняшнего дня вы обретаете новые гражданские права, которых у вас до этого не было. Но напомню вам, что вместе с правами у вас появляется и ответственность. Я очень хочу, чтобы то имя, которое внутри этого документа написано, чтобы этим именем гордились ваши родители. Чтобы в каких бы сферах вы в своей жизни не развивались, люди, беря в руки ваш паспорт, в каких-то государственных структурах всегда улыбались, узнавали вас и тоже гордились. По традиции вместе с паспортом, юношам и девушкам вручили подарки – историю государства российского Карамзина и Пауэрбанки. В завершении торжественной церемонии прозвучал гимн России в исполнении заслуженного артиста России Дениса Майданова. «Россия, любимая наша страна». Сразу после – экскурсия по учебному центру «Авангард». Здесь школьники проходят подготовку по пяти военно-учетным специальностям. Андрей Стрелков – ученик Одинцовской школы номер три. Когда ехал сюда, даже не представлял. Здесь исполнится его мечта. В центре воздушно-десантной подготовки у каждого была возможность примерить на себя роль десантника. Прыгать с высоты, конечно, не пришлось. Впрочем, на ощущения это никак не повлияло. Прыгольно, но вживую это намного страшнее, мне кажется. Потому что у меня лично чуть страхово было. А что говорил инструктор, какие советы дам? Ну, как планировать за лямочки. Но я не соображаю больше в этом. А хотел бы по-настоящему прыгнуть с парашюта? Конечно, хотел. Что-то моя мечта, наверное, с парашюта спрыгнуть. То есть сегодня практически осуществилось? Ну да, но хотелось бы вживую. 14 лет – все еще впереди. Выбор профессии, экзамены, окончание школы и поступление в ВУЗ. А многие мальчишки после экскурсии по «Авангарду» задумались о том, чтобы связать свою жизнь с вооруженными силами России. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».